Друзья, всем привет, Жука Витальев на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Со всех углов мы с вами слышим, пора покупать биткоин. Самое время покупать биткоин. Все анализы у нас показывают покупку. Офигенный настрой, я вам скажу, еще, наверное, и дно пройдено. Но здесь я хотел бы обратить внимание, если пора покупать, где объемы на покупку? Где все эти ордера трейдеров, которые говорят, что сейчас надо входить в актив и тому подобное? Почему мы с вами стоим в жестком локальном коридоре и максимум двигаемся в уровне 50 долларов? Но это мы с вами обсудим. Начнем с того, что я делал опрос в сообществе. Кто не пользуется сообществом на YouTube? Блин, честно говоря, я сам не пользуюсь сообществом на YouTube, но вам пишу туда. Но все равно, там я обычно оставляю какие-то такие оперативные мысли, которые мне пришли в голову по криптовалютам. Также у меня есть группа ВКонтакте, ссылку на которую вы можете найти в описании. Вообще, все ресурсы, в которых я работаю, вы можете найти в описании. Нет и никаких телеграм-каналов Жуков, Виталий, Трейдблог. Я там не продаю сигналы, поэтому не дайте себя вести заблуждение. В общем, в сообществе я поделился своими соображениями по поводу фильма «Крипто». Но так как мои сообщения в сообществе смотрит не вся моя аудитория, я решил также обозначить этот момент в видео. В общем, один подписчик мне написал, что есть фильм «Крипто», то, что он посмотрел трейлер, вроде прикольно. Я никак на это не обратил внимания, потому что, ну, те, кто помнит, я даже делал супертрейлер. Мистер Оушен, а чем вы собираетесь заняться в случае освобождения? Майнингом. Нас было пятеро, и нам хотелось нехило заработать. И майнинг был лучшим решением. Видеокарточки было сложно достать, но они были нам нужны любой ценой. В итоге мы запустили фермы, и наша жизнь изменилась. До тех пор, пока в игру не вступили маркет-мейкеры. Ниже восемнадцати с половиной я сбросить просто не могу. Спасибо за помощь, мистер Дэнни. Я бы смог сбросить цену с семнадцати шестнадцати. Курс стремительно падал, и у нас не было выбора. Надо было увеличивать мощности. И тут началось такое мясо. К сериалу Майнеры. Первая серия, которого, кстати, уже вышла. Такой дикий шлак. Ребят, ну как вам вообще даже? Тупо не стыдно такое снимать. Это же просто, сука, жесть. Фильм взломать блогеров, мне кажется, интереснее. По этому команде сериала Майнеры хаю-хай, а моя аудитория вопрос. Хотите ли, чтобы я сделал разбор этого сериала? Я не знаю, в стиле какого-нибудь Афони или еще кого-нибудь. Блин, это будет реально угарно, потому что набор трэша там на десять секунд ролик, он просто зашкаливает. И, в общем, решил я посмотреть, что за такой трейлер фильма крипто. И, ребят, я просто обалдел. Это Lionsgate снимает. Кто не в курсе, это там Джон Вик, Хеллбой, Веди Мисс Блэр. В общем, топ оф зе топ. Так еще в этом фильме про криптовалюты снимается Корт Рассел. Криптовалюты, русская мафия. Ребят, это, на самом деле, мне кажется, вполне осознанный шаг для того, чтобы популяризировать криптовалюту. Если я загоняюсь по этому поводу, оставьте в комментариях свое мнение. Действительно, будет важно мне это узнать. В сообществе абсолютное большинство людей сказали, что эта новость довольно серьезная. Потому что, понимаете, как минимум прокат будет в США. Прокат будет 12 апреля. Когда он будет в России и СНГ, пока неизвестно. Но фильм снят очень дорого. Я думаю, в любом случае, в какой-то прокат он пойдет. Ребят, ну, блин, как бы люди, которые не в курсе о криптовалюте. А поверьте, таких выше крыш. Ребят, это мы тут с утра до вечера на эти графики молимся, анализируем, прогнозируем. А есть люди, для которых, в принципе, слово биткоин – слово абсолютно новое. Будь здоров. Вы мне, наверное, пожелаете в комментариях, да? Ребят, еще есть довольно интересные новости. Но давайте для начала разберем, что у нас по главному криптоактиву. Сегодня, наверное, только разберу биткоин, потому что, в принципе, движение альтов сейчас напрямую зависит от битка. Да, в процентном соотношении они, конечно, интереснее, но все равно на данный момент рынок замер и ожидает, какие движения покажет нам топ-актив. Друзья, напомню, в прошлом выпуске от уровня 3800 долларов я ожидал роста. Этот рост мы с вами увидели, соответственно, это разбор был локальных движений, краткосрочных. Единственный момент, что я ожидал у роста до уровня 3950, но 4000 – это вообще край. На это нам с вами подкинули объемов, и здесь очень важно. Мы с вами, во-первых, дошли до уровня 4080 долларов, но эта штука вообще не важная. Важное то, что мы с вами консолидировались в уровне 4000 долларов. Вот это вот хреново. Почему так? Данная консолидация, она находится выше над предыдущим торговым каналом, который у нас был до дампа биткоина. Соответственно, уровни предыдущего канала на данный момент выступают у нас поддержками. И сейчас рассматривать ситуацию по биткоину краткосрочную, ну, довольно неблагодарное дело. Но все же у нас с вами есть данные локальные, слабенькие, но все же поддержки, которые могут нас отправить чуть-чуть выше. Опять же, если рассматривать среднесрочную ситуацию по ходу выше уровня 4300 долларов, сейчас рассматривать просто глупо. Возможно, нам сейчас покажут уровень 4100, 4150 и опять дампанут на 3750, вот на этот уровень. И там уже консолидировались, потому что там проходит глобальная поддержка. Поэтому краткосрочно сейчас я не советую не входить, не выходить из актива. Выходить из актива есть смысл на уровне 4100 долларов. Напоминаю, что это биржа CECS, биржа, на которой я торгую, там немного различаются цены. И ссылку на эту биржу вы можете найти в описании. И в краткосрок сейчас на самом деле точки входа и выхода нет. Вот говорю, точка выхода 4100 до уровня 4200. В принципе, мы с вами уже фиксировались на этих уровнях в предыдущих движениях. Поэтому, ну, например, вот лично у меня ничего не поменялось. То есть я не входил ни в какие сделки. У меня сейчас основа в фиате. И вот плюс-минус на том же уровне. Вот у меня средняя цена выхода по эфиру была 139 долларов. Ну, сейчас он плюс-минус только и стоит, там прыгает до 143. Там у него ограничения, у него сопротивление 143, 145. Выше его не пускают и не пустят в ближайшее время. Если рассматривать ситуацию среднесрочной, несмотря на то, что сейчас идет зомбирование, вообще масштабное зомбирование трейдеров, здесь рассматривать какой-то рост овер там 4700-5500 просто нету смысла. Да, кто-то рассматривает, но я просто не понимаю, почему. Объемов нету, действительно объемов нету. Мы находимся у очень сильных границ сопротивлений, у глобальных границ сопротивлений. Здесь наибольшая вероятность уйти в середину глобальной фазы накопления. Это уровень 3500-3600. Да, у нас есть уровень 3750, да, он себя зарекомендовал. Поэтому на данный момент будем просто рассматривать движение к нему. На самом деле я актив рассматриваю ниже. Плюс на самом деле это движение немножечко напоминает мне уровень 6000 долларов. Когда мы проходили 700, должны были выйти на 7300, но у нас не хватало объемов. И мы с вами постоянно откатывались. Здесь тоже такая довольно странная штука, получается, что вроде и цена хорошая, но при этом люди считают, что можно взять дешевле и не готовы входить. Я просто беру по себе, если я вижу, что сейчас хорошая точка входа. Если актив дальше пойдет до уровня 4000 долларов, почему мне сейчас не зайти по уровню 3950? Я бы зашел, если был уверен. Но при этом никто не заходит, но почему-то прогнозирует уровень 4500 и выше. Теперь для тех, у кого, возможно, остались вопросы, на данный момент я рассматриваю краткосрочное движение в уровне 3900-4100. Соответственно, мы поболтаемся в этом уровне. Возможно, нас немножечко закинут выше, но все равно дорогу я вижу уже в среднесрочном уровне на уровне 3750. Из интересного по новостям. Bitmain у нас прекращает добычу в Норвегии в связи с тем, что у них закончились льготные условия на потребление электроэнергии. На данный момент все оборудование перевозится в Германию. Я так понимаю, что этот офис будет теперь находиться там. Но, в принципе, если рассматривать заявление Bitmain и на их сайте, и на новостных порталах, то можно сделать вывод, что в скором будущем в России мы будем наблюдать огромные майнинг-центры, майнинг-пулы и офисы Bitmain. На самом деле, команда Bitmain очень расстроена на то, что им пришлось уехать из Норвегии, потому что были очень хорошие цены по электричеству. Там действительно отличные климатические условия, и не надо было затрачивать дополнительные силы на охлаждение аппаратов. Хешрейт сети Bitcoin на время переезда, разумеется, просядет. Единственное, я не нашел, какое количество аппаратуры находилось у Bitmain в Норвегии. Но не исключаю то, что в данный момент локально тоже может повлиять на курс. Вообще, давайте поговорим о майнинге. Кто-нибудь из вас еще майнит? У меня вот, например, стоит оборудование. Блин, если честно, мне что-то даже лень его включать. И продавать лень, и включать лень. Уже, блин, дай бог не соврать, наверное, уже полгода стоит просто на стойке, не работает. Вроде как надо продать, но что-то так лень этим заморачиваться. С другой стороны, вроде и нахожу очень большое количество новостей, то, что действительно есть алгоритмы, на которых мало-мальски, но все-таки данные карты приносят доход. Мне очень интересно ваше мнение в комментариях. Не подумайте, что я как-то накручиваю комментарии. Просто действительно, вот собраться мне силами и продать майнинг оборудование. Лучше действительно на эти средства перезайти в криптовалюту. Или все-таки поддержать его. А может быть вообще продать поштучно, я не знаю. Сейчас уже есть 20-е поколение карточек. Но по цене и добыче, они абсолютно не сопоставимы с предыдущим поколением. Поэтому, в принципе, для майнинга выгодно предыдущее поколение. Действительно интересно ваше мнение, стоит ли продавать. Или все же вы считаете, что сейчас стоит запустить данное оборудование. Пусть оно майнит там вообще в мизерный плюс. Но зато в момент пампа это все окупится многократно. Интересными новостями, своими соображениями по движению цены я с вами поделился. Вы, в свою очередь, поддерживаете видео лайком или лайком. Оставляйте свои мысли в комментариях. А если не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Думаю, это будет правильным решением. Работаем.